Мне приятно выступать в братном городе, приехав из Москвы. Мой доклад посвящен современным возможностям использования биологической и обратной связи в лечении душепатии. И сначала я коротко хотел бы напомнить всем, что это одно из самых распространенных патологий в мире, в стране. В частности, у нас в клинике среди всего входящего потока, то есть много профилей клиники, это практически одно пятое. А если говорить о тех, кто остается на реабилитации, то это больше половины. Я люблю этот слайд, потому что для меня он всегда напоминает о механизмах формирования позвоночника у человека, он это пытающий. И если немножко парализировать его, понимаем, что выйдя из лунной среды, наши далекие патологи столкнулись, ведущись с гравитацией. И для того, чтобы эффективно перемещаться в этих жестких условиях, они вынуждены были сначала встать на четыре конечности, и затем, видимо, уже когда, по слову, центральная военная система удерживает баланс на двух, что, на мой взгляд, связана вертикализация человека и развитие его центральной мирной системы. Потому что именно благодаря балансу человек может удерживать равновесие. В то же время этот сложный, сложнейший компьютер, который осуществляет эту работу, мог развиться только тогда, когда он был на это запрос. Уже более 70 лет назад вышла книжка выявящегося нейрофизиолога Николай Александровича Бершстейна, где он еще тогда, не имея тех информационных возможностей, которые есть сейчас, гениально положил и показал как раз на развитии простейших животных, потом уже человека, роль центральной мирной системы в формировании, в общем-то, вертикального положения и устойчивости. И вот его фраза абсолютно. Управление оказалось более сложным и более важным проблемой, нежели конь, источник рабочей энергии. Готовясь к сегодняшнему докладу, я специально говорю о современном саде, мне кажется, что он как раз четко показывает эту систему. То есть существует активный, пассивный компонент, существует активный компонент и существует система управления. Я бы хотел сегодня о системе управления в большей степени поговорить. Если эту же самую модель перенести на человека, то то же самое, скелет, мышцы и затравленная система, которая всем этим управляет, для того, чтобы они находились вертикально. При этом ей приходится приводить очень большое количество параметров, перечисленных здесь. И развитие патологии, на мой взгляд, напрямую связано с нарушением системы управления. Поэтому и подход к ее лечению должен быть через восстановление системы. В основе механизма сокращения лежит очень простой принцип. Когда мышцы, получая сигнал центральной нервной системы, как он был возвратный, прямой, может занимать два состояния. Тоническое сокращение и тоническое сокращение, что в совокупности дает многообразие тех форм движения и положения в пространстве, которые оно имеет. Также очень важным является характер взаиморасположения и взаимодействие отдельных мышечных групп, которые в самом начале пути развития в губернеральном находятся фактически наверняка в соседних миотомах, о чем свидетельствует их близкое расположение в центральной нервной системе. Еще в конце прошлого века были проведены эти исследования, где при боли в спине исследовались в метре различных мышц. И вот было показано, что у здорового человека при совершении действия обычного подъема руки, в первую очередь, напрягаются мышцы душного пресса. У больного эта ситуация не происходит. В исследованиях, которые проходили уже в начале этого века, было показано, что человек с болью в спине одинаково реагирует на полную груза, не как с открытыми, так и с открытыми глазами. В то же время, когда у человека здорового, не испытывающего ощущения, реакция намного короче. С открытыми глазами, потому что он готовится к этому практически напрягает мускулатуру. Еще хорошим методом функционального исследования мышечного пространственного положения является умным идея, которая может осуществляться вручным способом, но сегодняшние возможности комфортных технологий не дают сделать это намного быстрее, чтобы удобно. У нас в клинике широко используются методы оценки нейромышечной дисконсии на публиксных системах. И определение так называемых слабых звеньев в мышечных цепях позволяет очень точно верифицировать нарушения, как говорят мои инспектора, что веревки невозможно обмануть. Но в то же время, да, бег цифровой технологии и возможности оценки объективной, коммунизированной дают новый шанс оценки двигательных функций, в частности, оборудование, немецкое оборудование компании Барсамет, зеленаправленное для изучения подвижности позвоночника, позволяет произвести индивидуальный подбор электрических данных с помощью языки метрического теста, оценить силу выборов из двух исследований наиболее достаемые, и определить объем движений. При этом, с использованием утинотизированных систем прогрессии или ручного выбора программ тренировок, создание синхронизации движений самим пациентам, то есть, подстраивание нагрузки по активность пациента, и благодаря постоянному контролю качества выполнения тренировочного плана эффективность таких тренировок существенно увеличивается. Я не буду останавливаться на возможности тренажеров, потому что они очень продуманные детально по напуске, по эргономике, по настройкам персональным. Но основа в том, что три плоскости движения, которые нам известны, во всех этих плоскостях возможно осуществление движений заранее, естественно, протестированных, и работа с биологически обратной связью в каждой из плоскостей. Но не стоит останавливаться только на позвоночнике, поскольку автоматические цепи имеют связь целостную, поэтому, естественно, это и работа с мышцами плечевого пояса верхних конечностей, в том числе турник с разгрузкой частичной веса, работа пояса тазового и нижних конечностей, особенно для стопы. Безусловно, использование циклических тренажеров или, как называют, кардиосепературных тренажеров, но в плане реабилитации именно позвоночника требует на первых этапах особенно использование различных разгрузочных положений. будет эллипсоид в полурежащем состоянии комфортный кабелотренажер, и у нас есть антигруппозиционная дорожка, которая приподнимает пациента над дорожкой за счет метаемого снизу воздуха. И, естественно, использование прогрессных систем, которые дают возможность осуществлять нагрузку от минимальной и распространенной использовающей до высокоинтенсивных, статус геодинамических, циклических и координационных тренировок. Кстати, оборудование, которое у нас в Пинке, сделано в Санкт-Петербурге компания «Форма» самоподвестная система. Еще одно тоже перспективное направление – это виртуальные тренировки с датчиками, размещаемыми на теле пациента, когда он, задавая определенные движения, и, умея обратную беспроводную связь, может осуществлять движение в виде непосредственного движения своего позвоночника на эфране или моделировая его в виде какой-то игры. Очень незаметно. Эффективно, наглядно и понятно для официентов. Если, в общем-то, схема взяли за основу схему европейскую, немецкую, в причине больницы грузопотения, она достаточно продолжительная по времени, состоит, занимает 3-4 часа в день, включает все, что здесь перечислено, и ее эффективность дает возможность в кратчайшие сроки получить максимальный результат по снижению больного струма и по остановлению подвижности. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, сегодняшний день.